Вкладывается в писательство согласия руководителя соответствующего следственного органа, следовательно указывает, что Китуашвили прибирается в совершении тяжкого преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с участниками, которые в настоящее время не установлены и не задержаны. Имеется основание полагать, что Китуашвили причастен к совершению аналогичных преступлений, имеет обширные коррупционные связи в связи с сложным следствием, полагается, но, ходясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей обвинения в целях изменения. В течение предупредить соуважающих участников, которые до настоящего времени не задержаны о факте осуществления уголовного преследования, либо сообщить им информацию, ставшую известной в ходе производства сниследственных действий либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. В связи с этим следствие просит избирать отношения подозреваемого меру пресечения, вид заключения под стражу. В судебном заседании следователь поддержал заявленное ходатайство, указав, что причастность подозреваемого к совершению преступлений подтверждает в том числе и показаниями Родовского. Результатами оперативной розыгрышной деятельности Показания свидетеля Ухова, следователь отметил, что в настоящее время не все соучастники преступления установлены, осуществляется сбор доказательств и устанавливаются соучастники преступления. Судов Судом установлено, что настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии с требованием уголовного кодекса РФ. Вопреки дотом страны защиты задержанных Китуашвилию, полномоченным должным лицом принадлежить достаточное обслеживание при условии ст. 191, УГК РФ, а также соблюдение требований ст. 92 УК РФ. Представленная суду копия материалов уголовного дела, в том числе показановка Радонского, в результате оперативной расшир zumaldeятельности, свидетельствует об основности подозрения органов предварительного расследования в причастности подозреваемого к совершению преступления. Постановление следователя возбуждения призыва моего кодекса об избрании меры пресечения без заключения под стражу в отношении Китуашвили отвечает требованиям уголовного процессуального закона. В нем указаны основания и мотивы применения меры пресечения без заключения под стражу, изложены обстоятельства, в силу которых невозможно избрать менее строгую меру пресечения. Постановление представлено в суд по возбужденному уголовному делу, следователем производства которого находится уголовное дело. В период срока расследования, в установленном законном срок, в счетом изложенного, суд признает постановление следователя законом обоснованным. Согласно положениям статьи 97-й, В Уголовный официальном кодексе, в內신ескредоохранения меры пресечения собирается отношение подозреваемого обвиняемого при наличии достаточных оснований полагаете, что подозреваемый обвиняемый скроется от дознания подойт représentное следствие или суда, может продолжить заниматься поступной деятельностью, угрожать свидетельным участникам уголовного производства dude �, что же к доказательствам, либо одним путем оreci и производства по уголовному делу. Согласно трагед Rider уитом и подозреваемый обвиняемый 초aso quelque оoodчfernical меры пресечения по преступлению применяется по судебному решению, подозреваемый были обвиняемы в совершении преступления, за которое уголовного закона предусмотрено наказание в решении свободы на срок свыше трех лет, при невозможности применения иной бы мягкой меры пресечения. Как следует из представленных материалов, Киташвили подозревает совершение преступления, отнесенного уголовным законом к категории тяжких, за которые предусмотрено наказание на срок свыше трех лет решения свободы. С учетом совокупности приведенных данных, сведения о том, что в настоящее время Киташвили подозревает совершенно тяжкое преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе совместно с неустановленными и задержанными следственными лицами, А также, учитывая стадию предварительного расследования, то, что в настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативные рискные мероприятия, направленные установлены всех лиц, причастных к совершению преступления, сбор доказательств по уголовному делу, суд приходит к выводу об основном судового следствия в той части, что, оставаясь на свободе, Китаашвили может скольцать от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступным деятельностью иным путем восприятия производства по уголовному делу, в том числе вступить в контакты с неустановленными следствиями соучастниками. Представленный суд, сведение и в документах являются убедительными, их совокупность достаточно для вывода о том, что Китаашвили, оставаясь на свободе, может совершать действие, направленное в специальное производство по уголовному делу. При таких обстоятельствах, учитывая тяжесть ведутых отношений Киташвили подозрений, обстоятельств, являющихся предметом расследования по уголовному делу данных личности позреваемого, который, как оказывается следователь, в настоящее время подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений, суд приходит к выводу, что беспривязное осуществление уголовного производства по настоящему уголовному делу невозможно посредством применения в отношении позреваемого и более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, как о том просили позреваемые и его защитники. Доктор с стороны защиты об оценке доказательств, в том числе показаний Радовского, суд охот не стоит, поскольку указанный вопрос не входит в компетенцию суда на данной стадии уголовного производства. При рассмотрении хозяйства судом учитывая сведения о личности позреваемого, а именно его возраст, семейное положение. Судом также учитывая состояние здоровья и позреваемого, объективно данные свидетельствующие о том, что позреваемый не может содержаться в условиях следственного изолятора, что ни сообщено не представлено. На основании изложено руководство статью 108 Комп Цельного кодекса Ресиквират. Суд постановил отказать в утренении хозяйства позреваемого и защитников об избрании в отношении позреваемого в меры пресечения не связано с заключением под стражу, не избрать в отношении позреваемого Киташвили и Эрика Давидовича 8 июля 1981 года, рождение города Москва, гражданина Российской Федерации меры пресечения, в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 20 апреля 2016 года. Настоящее постановление может быть обжалено Московский городской суд в чине трех суток среднего вынесения в случае подачи апелляционной жалобы. Судом апелляционной инстанции, ходатайства об участии в суде апелляционной инстанции подрываемый в праве сиявить чине трех суток с дня вручения копии постановления и в тот же срок с дня вручения копии постановления и апелляционной жалобы затрагивающих его интересы, где в поседание закрыто. Итак, правильно, сейчас мы стали свидетелями того, что суд оставляет...